День Города Как Рязань отпраздновала свой день? В праздничные мероприятия, посвященные Дню Города, продолжались все выходные. Открытие международных соревнований «Авиадартс» состоялось на аэродроме Дягилева. Команда из России, Белоруссии, Китая и Казахстана готовы к очередным испытаниям. О самых ярких событиях минувших выходных расскажем вам я и мои коллеги. Этот выпуск пройдет не в совсем привычном для вас формате. Это будет своего рода дайджест, в котором мы в хронологическом порядке расскажем о самых ярких моментах. Итак, начнем. Стартовали торжества в честь дня города 29 июля и продолжались в режиме нон-стоп вплоть до позднего вечера воскресенья. В пятницу в Театре на Соборной состоялся традиционный торжественный прием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы и главы администрации города Рязани. С 921 днем рождения города участников торжественного приема в Театре на Соборной и всех горожан поздравил губернатор Олег Ковалев. Он подчеркнул, что в последние годы Рязань заметно преобразилась, во много благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и активности самих рязанцев. Я уверен, что при поддержке рязанцев, при их настроении на созидание будут успешно реализовываться все планы по развитию города и региона. В честь дня города Олег Ковалев вручил правительственные награды самым активным и ответственным рязанцам. Глава города Рязани, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов также поздравил присутствующих с днем города и вручил муниципальные награды наиболее заслуженным горожанам. Сегодня в этом зале собрались самые лучшие в мире Рязани. Я не постесняюсь этого выражения, поскольку вы, не считаясь с личным временем, с личной проблемой, развивали наш любимый город и сделали его таким, как он есть сейчас, прекрасным, красивым, замечательным, смирным небом над головой. Педагоги, руководители управлений, тренеры, юристы и многие другие – все они в этот день получили заслуженные награды и были отмечены за свой многолетний труд. Преданность своему делу. В этом году в преддверии праздника администрация города впервые предложила рязанцам принять участие в необычной творческой акции «Объясниться Рязани в любви». Инициативу поддержали сотни горожан самых разных возрастов и профессий. По информации экспертной комиссии, всего на конкурс поступило порядка 300 работ. Поступило большое количество различных объяснений в любви. Вы знаете, так было трудно отобрать лучших из лучших, но мне кажется, нам все-таки это удалось. И я вам всем желаю в канун нашего праздника Дня города любви, мира и благополучия. С праздником! Победителем первого общегородского конкурса «Хэштег Моя Рязань» голова администрации вручил почетные грамоты. За большой вклад в развитие Рязани и в связи с 921 годовщиной со дня ее образования Олег Булеков вручил наиболее заслуженным горожанам благодарственные письма администрации города. В минувшую пятницу, 29 июля, улица Почтовая пела, танцевала, читала стихи. Именно в этот вечер традиционно программу празднования Дня города открыл фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2016». Несмотря ни на какие трудности, город все равно становится краше, он становится благоустроеннее, он становится безопаснее, он становится комфортнее. И все это потому, что это мы делаем вместе с вами. Я вас поздравляю с Днем города, с Днем рождения нашего любимого города. Счастья, успехов, мирного неба, процветания вам и вашим семьям. С праздником! Главная пешеходная улица Рязани уже в шестой раз стала площадкой, на которой смогли выступить самые разнообразные музыкальные коллективы. В этом году гостей встречали шесть сцен. И все равно места для желающих выступить едва хватало. Ведь с каждым годом количество участников растет. Мы сталкиваемся уже с определенными моментами нехватки времени и места. И я думаю, что в следующем году будет больше сцен. Не знаю, как это уместить пока, но будем что-то решать, будем что-то думать. Не знаю, каким образом мы будем составлять тайминг, потому что уже в этом году мы немножечко сократили время, которое выделяется на каждого участника. Но это для того, чтобы как можно больше смогли принять участие в фестивале. За четыре часа на фестивале успело выступить около 60 музыкальных коллективов и отдельных авторов-исполнителей. Причем участие принимали не только рязанцы, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов России и ближнего зарубежья. Они перепевали известные хиты и исполняли композиции собственного сочинения. Поп-музыка, рок, фолк – здесь каждый мог найти что-то на свой музыкальный вкус. Следующая череда праздничных мероприятий началась рано утром в субботу. В центре города, рядом с Успенским собором, состоялся молебен во славу Рязани. Это мероприятие стало традиционным для горожан, властей и различных структур города, в том числе и военных. У стен Рязанского Кремля в 8 утра встретились глава городадминистрации Олег Бульеков, председателя Рязанской городской думы Владислав Фролов и другие представители не только городской и региональной, но и федеральной власти. Среди собравшихся можно было увидеть и начальника Рязанского училища ВДВ Анатолия Концевого. Ежегодно этот молебен объединяет в себе не только молитву за наш город, но и за воздушно-десантные войска, за мирное небо над головой. Поскольку празднование Дня города и Дня ВДВ в Рязани отмечаются в рядом стоящие даты. Иногда даже, как например в прошлом году, эти дни совпадают. В этом молебне приняли участие священники всех рязанских храмов. Само богослужение провел клирик Христорождественского кафедрального собора Рязани протеерей Владимир Игнатов. По завершении службы рязанские городоначальники поблагодарили представителей храма за совершенный молебен. Субботнее утро продолжилось мероприятием на площади Маргелова. Оно было посвящено предстоящему празднику – Дню Воздушно-десантных войск. В равной степени церемония сочеталась с Днем города. Она началась с возложения гирлянды к памятнику рязанцам, погибшим в локальных войнах. В Рязани некоторые ключевые мероприятия по случаю предстоящего дня ВДВ были перенесены на субботу. Таким образом, посетить их смогло большое количество рязанцев. Да и сам День города стал более насыщенным и патриотичным. Концепция праздника подразумевает то, чтобы люди отдохнули, немножко расслабились и от текущих проблем отвлеклись. Это очень важно. Почтить память павших воинов и возложить цветы к памятнику советскому военачальнику и генералу армии Василию Маргелову собрались главные представители региональной городской власти Рязани. К ним присоединилась общественность, сотрудники правоохранительных органов и военные. По завершению церемонии перед собравшимися строевым шагом прошли курсанты училища ВДВ, постепенно перенося окружающих в атмосферу предстоящего мероприятия, которое состоялось сразу после этого. А вот на ЦСКА праздник под названием Рязань столица ВДВ развернулся уже в полном масштабе. На входе в стадион была представлена военная техника, в том числе и десантируемая, а также парашютные системы. Выставку осмотрели представители региональной городской властей. А рязанцы поделились впечатлениями от увиденного. Это интересно детям, детям это нужно смотреть и знать. Ребенку интересно, а мы пришли просто погулять, посмотреть. Мне понравились тонкие. Очень рады тому, что тут такое большое количество техники. Мы можем везде полазить и в кабину уже проходили, дети сидели. Мне нравится все военное. На стадионе праздник открыл начальник училища ВДВ Анатолий Концевой. Мы гордимся службой в Рязанском гарнизоне. Слава воинам-десантникам. Слава Рязанской земле. Слава городу Рязани. Столице воздушно-десантных войск. Праздник, посвященный Дню города и Дню воздушно-десантных войск, объявляется открытым. В начале мероприятия выступила рота почетного караула по строевой подготовке Рязанского училища ВДВ. Затем над полем появились парашютисты. Четверо из них спустились на землю с флагами России, ВДВ, Рязани и Рязанской области. После этого над стадионом пролетел вертолет, высадивший ранее десантников. На стадионе была проведена эстафета среди десантников. На разных этапах они занимались сборкой парашютной системы, переносом гири, неполной сборкой и разборкой автомата, бегом в противогазе, переносе раненого. Победу символично одержал 137-й гвардейский парашютный десантный полк, которому год назад было присвоено почетное звание «Рязанский». И после этого на стадионе была инсценирована борьба десантников с незаконной группировкой «Исламское государство». Рязанские десантники успешно ликвидировали противника. Дальше праздник перешел в показательные выступления десантников. Перед публикой выступили сразу три группы бойцов, продемонстрировавшие навыки ближнего боя. Десантники-разведчики показали, как могут вести себя в команде в бою, прикрывая и помогая друг друга. Завершился праздник офицерским вальсом. В нем впервые принял участие главный рязанский десантник. От происходящего остались восторги как сами военные, так и рязанцы. Много эмоций даже не передать это словами. Очень классно. И понравилось больше всего, когда закончилось выступление, и все побежали за этими пулями. Даже у меня остались. Выступления прекрасные. Защитники у нас отлично подготовлены. Выступления групп спецназа. Прыжки парашютистов очень понравились. Тоже было очень. Все на высшем уровне. Вообще наше десантное училище самое лучшее. Мне понравилось абсолютно все. Мне понравилась музыка. Мне понравились, как стреляли. Мне понравились десантники. И, короче, доволен, как стук китайцев. Вечером в субботу рязанцы продолжили отмечать день рождения города на площадке перед Центральным парком культуры и отдыха. Open Air для публики организовала городская администрация в соавторстве с популярной радиостанцией. Мы приготовили более 40 мероприятий, которые рассчитаны абсолютно на любой возраст. Каждый может найти себе мероприятие по настроению, по состоянию души. И, вы знаете, конечно, хочется, чтобы всегда в любом празднике были какие-то изюминки. Я думаю, что мы эти изюминки тоже приготовили для наших горожан. Сладкая вата, лимонад, песни известных российских поп-групп, фаер-шоу, байкеры, воздушные шары, викторины и, конечно же, танцы под открытым небом. Атмосферы праздника заряжались и делились друг с другом все гости праздника. Все отлично, спасибо. Очень красивый праздник. Очень красивый. И шары и воздушные очень нравятся. Сюда выбрались все пока. А тебе нравится? Да. Что нравится? Музыка. Рязан, с Днем Города! Да все нравится, потому что любим свой город, мы его очень уважаем, любим страну Россию. Почаще такие праздники организовывали нам. У нас отличный день вообще. Целый день и на природе отдыхали, сюда приехали провести день города. Очень хорошо. Передай привет бабушке Демит. Помаши ручкой, ты делай. В завершение праздника организаторы порадовали рязанцев лазерным шоу. Воскресенье завершило трехдневный марафон торжеств. По задумке городских властей, эпицентром событий стал Центральный парк культуры и отдыха или Рюмина Роща. Уже утром здесь, в аллеях, расположились ремесленники и кулинары. Знаменитая скопинская керамика, деревянные сувениры и литые обереги со славянскими мотивами, народные костюмы и угощения. Все это можно было увидеть и приобрести прямо на месте. Глава администрации города Олег Булеков не устоял перед красотой представленной продукции и приобрел несколько сувениров, но вручил их приехавшей к нам в гости певице из Молдовы. Олег Евгеньевич подчеркнул, что добрый и светлый праздник – подтверждение любви рязанцев к родному городу. Сегодня на этой площадке собрались тосы. Именно вы делаете свои дворы лучше. Вы сажаете цветы, вы придумываете различные праздники. Вы делаете для людей, которые проживают в наших домах, дворах. Вы делаете жизнь их лучше. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Ну и хочу вам пожелать сегодня хорошего настроения. Несколько сцен, игровая зона для самых маленьких горожан, возможность пострелять из лука или самостоятельно расписать имбирный пряник. Под сенью парка в этот день занятие по душе нашлось каждому. И каждый из представивших свою продукцию остался доволен, видя счастливые глаза людей. По благословению митрополита Рязанского Михайловского Марка, мы здесь приобщаем рязанский народ к чайным традициям. Мы завариваем черный чай, ван-чай и самовар, соответственно, у нас, как видите, тоже придают энтуражу на шишках, на углях. Это все как надо. Народ с удовольствием все это дело пробует. Мероприятие, вы знаете, отличное. Вот центральный парк, я считаю, что это вообще место одно из лучших в городе для массовых проведений мероприятий. Почему? Потому что здесь и люди с детками заняты, и постаршие люди, то есть и среднего поколения. И мы вот тоже пришли с большими детьми, и всем было интересно. Участвовали, и в викторине участвовали, получали призы, и чай попробовали, и на вордкаут сходили. Попробовали чай? Да. Какой пьете? С ромашкой. Ну и как? Вкусный. Вообще, мероприятие, которое здесь проходит, оцениваете, что вам больше всего понравилось? Какое пьете? Ну, мне понравилось, ну, раскрашивать пряники. И больше всего оно понравилось... С релять из лука. Несмотря на капризы погоды, в Центральном парке культуры и отдыха многолюдно. Здесь каждый может найти занятие себе по душе. Лично мне больше всего понравилась спортивная зона. Баскетбольная площадка переполнена разминающимися спортсменами. Сейчас пройдет несколько матчей, определится победитель. А пока закинуть мяч в корзину может любой желающий. Как и поболеть за полюбившуюся команду. А рядом кипят нешуточные страсти. Впервые проходит кубок главы администрации города Рязани по воркауту. Здесь самые спортивные и сильные ребята стараются показать чудеса акробатики и силы. С помощью турников и перекладин. Я занимаюсь воркаутом около трех лет уже. На это меня подвиг мой отец. Так как раньше, как было в СССР, люди занимались в турниках. И так же мой отец мне... Да. Вот, и скажи, пожалуйста, чтобы учиться таким штукам, которые сравнили гимнастическим элементам, что нужно делать? Новичкам нужно делать три базовых упражнения. Подтягивания, отжимания, от пола и на брусьях. В состязании проходят по двум направлениям. Фристайл, где спортсмены продемонстрировали вольные упражнения в течение отведенного промежутка времени. И троеборье, где они на результат выполняли три вида заданий. Оценивал их умения судья международного класса, который неделю назад судил чемпионат мира по воркауту. А теперь специально приехал в Рязань. Уровень в целом весьма неплох. Не хватает сбалансированности выступлений. Есть сильные ребята. Приехали сильные ребята из других городов. Но в итоге победил тот, кто максимально сбалансировал свое выступление. Всего у нас было три критерия. Это комбинация зрелищность. Это первый критерий. Второй критерий – силовые упражнения. Третий критерий – динамические упражнения. Победил тот, кто совместил все эти направления. Победителей спортивных состязаний наградил глава администрации города Олег Булеков. Вы знаете, действительно спорт должен становиться массовым в нашем городе. Мы должны больше создавать спортивные площадки. Мы должны больше делать все для того, чтобы ваши имена сияли на российских страницах побед нашего спорта. Потому что несмотря ни на что, спорт действительно сближается. И спорт не имеет границ. Я желаю вам побед, я желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия. Атмосфера на Почтовой в завершающий день торжеств тоже была особенной. Только что прошел дождь, но погода не напугала горожан, которым давно полюбился вернисаж на Почтовой. Художники, музыканты, аниматоры с огромными мыльными пузырями, ремесленники, выступления народных коллективов и джазовых музыкантов. Праздничный вернисаж явно удался. Очень интересно и необычно. Я давно тут не была, и поэтому очень все радует. Большое количество людей. Все такие красивые, веселые. Все в теме, чем-то заняты. Да, очень приятно здесь. Спасибо. Что больше всего нравится, допустим, на вернисаж, на Почтовой? Театр народной песни «Узорочи». Их мало, но они поют без микрофонов, и мы наслаждаемся их искусством. Спасибо им большое, что они хранят традиции и русскую народную песню. Мы в том году были, было интересно. В этом году снова вернулись. А куда-то еще пойдете? На Победу? На Победу пойдем. Здравствуйте. Работаете время на Почтовой? Замечательно. Вот, делаем фотографии. Делаем фотографии, да. Плываемся. Очень много... Все с праздником, с Днем города. Какой город? Сегодня день военно-морского города. И Города тоже. С Мородом тоже. Куда-нибудь еще пойдете на другие мероприятия? Да. Сейчас мы пройдем здесь, на Ференцево, потом мы пойдем по пешочкам, на Победу, на концерт. И дальше до салютов будем тусовать. В это время вовсю шла подготовка к праздничному концерту на Площади Победы. В качестве подарка городу и его жителям в этом году пригласили Максима Леонидова, который выступил с полюбившимися хитами. Поздравили любимый город и мэр Рязани, и глава городской думы. Привет, Рязань! Рязань – душа России. Здесь живут самые лучшие люди. У нас с вами большое будущее. Мы его будем строить. С днем рождения, Рязань! Добрый вечер, Рязань! Добрый вечер, дорогие рязанцы! С днем рождения, любимый город! Ну и какой же день рождения без подарков? От нас, от администрации города, от депутатов Рязанской городской думы. Подарок вам всем. Праздничный салют! Это твой, это наш. В любом случае, каждый житель города так или иначе принял участие в праздновании или организации дня рождения Рязани. Продолжим и сразу сменим тему. В Рязани состоялось торжественное открытие одного из самых зрелищных международных конкурсов – Авиадартс-2016. В этом году за звание лучшего летного экипажа будут бороться около 50 команд из России, Китая, Казахстана и Республики Беларусь. Площадками для проведения конкурса стали сразу несколько аэродромов в Рязанской, Брянской и Калужской областях, а также полигон Дубровичи под Рязанью, где впервые сформирована мишенная установка из 12 различных типов целей. Мирные соревнования лучших военных пилотов стартовали в эти выходные на аэродроме в Дягилеве. Поздравляю вас с началом международных соревнований Авиадартс-2016! Ура! 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 Летчики четырех стран – Россия, Беларусь, Казахстана и Китая. Эти молодые люди – самые настоящие армейские асы. Всего около полсотни экипажей в течение недели будут бороться за звание лучших среди летчиков истребительной, штурмовой, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации. Само собой, конкурентами видим здесь российских офицеров, потому что мы знаем, что они принимали участие в боевых действиях, пускай, может быть, не конкретно те, которые будут соревноваться с нами, но, тем не менее, они же между собой делятся опытом. Мы прошли очень длинное время подготовки, и мы уверены, что мы будем победить в конкурсе. Мы представляем свое государство, свою страну, то, что там народ за нас переживает, и мы тоже не хотим проиграть. Надо соперника уважать, и они нас тоже будут уважать. И мы думаем победить сильнейший. Кроме практической части, военные пилоты сдадут зачеты по теории и физподготовке, выполнят нормативы воздушной разведки, техники пилотирования и применения авиационных средств поражения. Российские летчики выиграли эту путевку участия в международном этапе авиадарца на всероссийском этапе соревнований в Крыму. Мне кажется, мы более мотивированы на победу, но при этом ведем себя более улыбчиво. Все остальные серьезно, а мы как-то все это... С легкостью идем к победе. Да, с легкостью идем к победе. По словам главнокомандующего воздушно-космическими силами Виктора Бондарева, России нужна только победа. Нам надо хорошо начать, хорошо выполнить все эти задачи, которые перед нами стоят. Ну и завивать первое место и показать, что у нас все как положено. Призы будут самые-самые серьезные. Летчик должен уехать отсюда на своем автомобиле, потому что он лучше. Представители иностранных команд будут выполнять летную программу на своей авиационной технике. Кстати, китайские летчики привезли на этот авиадарц свои истребители. Думаю, что разница между этими типами самолетов есть, но они принадлежат к одной категории со своей особенностью. Но самое главное, в рамках участия авиадарц мы ставим перед собой две цели. Во-первых, получать призовые медали, во-вторых, тренироваться и обмениваться опытом на одной и той же арене. Ярким событием авиадарца станет «Авиамикс», который состоится на полигоне в Дубровичах 6 августа. Мы учли тот, может быть, неудачный опыт по созданию условий для того, чтобы максимальное количество людей посетило, побывало и посмотрели. И при этом отдохнули. И, конечно, в этом году все будет немножко, даже совсем по-другому, все будет гораздо комфортнее. На этом мы завершаем наш выпуск и благодарим наших зрителей за внимание. Программа «День города» прощается. До завтра. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok